Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас поистине долгожданное мероприятие, которое каждые полгода организовывает потрясающая творческая команда. Вечер необычный, тема у нас мода, волшебство и магия. Сегодня будем с вами наблюдать за всеми магическими и модными событиями города Ростова-Ан-Дону. Здравствуйте, с вами программа «Красиво жить» и я, Карина Аргусова. И мы начинаем большой фэшн. Долгожданный, масштабный, самый модный и в этот раз волшебный вечер в большой фэшн очередной раз распахнул свои двери для жителей Ростова. Такое событие не просто дает возможность быть участником яркого торжества, но и дает обмен опытом среди профессионалов в своем деле. Вслед за неделей моды в Милане, не упуская свежих трендов из мира моды и красоты в том числе, были представлены и наши законодатели фэшн-индустрии. Каждый вечер объединен общей идеей и миссией. В этот раз темой стала мода и волшебство. Ну и все время происходит что-то магическое. Вообще магия – это просто смысл моей жизни, честно. Ну конечно произошло. Шляпа у меня падает сегодня весь вечер. А так на самом деле знаете в чем магия? В том, что сегодня уникальные люди собрались. Совершенно классная атмосфера. Вот прям замечательная. Вот на любого человека посмотрите, он улыбается. Поэтому я считаю, что это самая главная магия. Коротко о программе сегодняшнего вечера. Что вообще мы будем ждать, что у нас сегодня будет такого волшебного и необычного? Ну большое количество потрясающе красивых нарядов, роскошные модели, прически. Мир моды сегодня откроет свои врата для всех гостей, которые сегодня пришли на большой фэшн. Впечатления прекрасные. Даже погода холодная не портит тепло вечера. Будем надеяться, что и весь вечер пройдет так же. Мы пригласили гостей в нашу фотозону. Мы подготовили много подарков вместе с большим фэшн. Я думаю, что мероприятие будет интересным и удастся. Полезность от таких встреч именно в популяризации тенденций от профессионалов до конечного потребителя. И важность в том, чтобы именно ты смог стать первоисточником красоты. Тем более, если это твоя профессия. К примеру, стилист-имиджмейкер обязан надеть туфли клиента, чтобы создать то, что нужно, что примет клиент, что изменит его жизнь к лучшему. Даже если это такая мелочь. Поэтому наблюдать и погружаться в показы и демонстрации новинок профессионал просто обязан. Было настроение с самого утра. Я поняла, что сегодня у меня настроение белой шляпы. Так. Вот, поскольку я стилист, человек творческий, соответственно, отталкиваюсь от своих внутренних ощущений. И подумала, что это будет уместно на данном мероприятии. Ну, сегодняшний вечер – это у нас тема моды, магии, волшебства. А чем вы вообще вдохновляетесь? И как вы думаете, что-то интересное, необычное и вдохновляющее найдете вы сегодня вечером? Я даже не сомневаюсь, что найду. Я вдохновляюсь красотой, я вдохновляюсь людьми. Я вдохновляюсь всегда красивыми образами. Меня безумно вдохновляют люди на улице. Я их всегда рассматриваю. Недавнешняя Миланская неделя моды. Я просто просматривала ленты все, чтобы запечатлеть каждый образ. Соответственно, сюда я пришла примерно за этим же, чтобы получить порцию вдохновения, удовольствия, посмотреть на красивых людей. Дорогого удовольствия? Дорогого удовольствия, да. Мне очень нравится работа команды. Они всегда на высшем уровне все это делают. Мода – это такая огромная индустрия, которая позволяет черпать вдохновение из разных своих сфер. Если говорить точнее, то, например, коллаборации брендов косметики и одежды могут положительно отразиться даже на их маркетинг-продвижении. Такая практика есть у многих топовых имен. Посещая фэшн-показы, не только погружаешься в атмосферу праздника, но и улучшаешь у себя чувство вкуса, умение быстро ориентироваться в своем гардеробе. Казалось бы, обычные топовые базовые вещи, такие как куртка или пальто, могут изменить твое настроение в прическе только одним аксессуаром или необычным кроем. Я уверена, что сегодня будет что-то особенное, волшебное, и никакая погода, естественно, нас не смущает, потому что всегда к своим друзьям, к своим знакомым обязательно приходим, чтобы увидеться и воплотить какие-то, видимо, волшебные моменты, которые будут сегодня. Прекрасно, Катя. Но на самом деле вы тоже несете в массы такую миссию красивых эмоций, я все знаю. Поэтому хотелось бы коротко, немножечко дайджестом таким услышать тренды парикмахерского искусства этой осенью. Что все-таки будет модно? Ну, на самом деле, я всегда говорю, что модно то, что идет, но, конечно же, мода – это сейчас преобладают однотонные окрашивания, челки, естественная структура, чтобы все было не вытянуто утюгом, как привыкли очень часто наши девушки, а все-таки какая-то естественность и принятие себя через свои какие-то особенности, которые есть у нас. Поэтому, мне кажется, модно именно так. Волшебство события, по задумке организаторов, оказалось в том, что модный подиум перевоплотится в сказочные сюжеты. Масштабные крылья, объемные наряды, необычные головные уборы позволили ощутить магию моды полноценно. Организаторы мероприятия решили добавить еще один элемент волшебства в этот вечер и все вырученные средства отправить на реабилитацию подопечного клуба благотворительных инициатив. Так что красивая жизнь модных экспертов – это еще и красивая душа. Красивая жизнь – это на самом деле просто радоваться, улыбаться и получать удовольствие от жизни. Это и есть, на мой взгляд, красивая жизнь. С гордостью могу сказать, что сегодня мы присутствуем на знаменательном, торжественном событии по случаю открытия обновленного формата дизайн-центра. Важное событие не только для города, но особенно для архитекторов, дизайнеров, проектировщиков. А именно с этой точки, с нового ресепшена начнутся новые проекты, новые знакомства, за которыми мы будем внимательно следить сегодня. С вами программа «Красиво жить» и я, Карина Аргусова. Начинаем. Форум профессионалов означает, что на площадке дизайн-центра собрались лучшие представители архитектуры, дизайна, представители топовых брендов из этой отрасли. В этот раз событие было не только полезным и повествовательным. Форум открыл новую локацию дизайн-центра. Юбилейное, пятое мероприятие позволило объединить архитектурно-дизайнерское сообщество Юга России. Сегодня это стало все более современно, более красиво, более уютно. И для работы дизайнеров и архитекторов это лучшее место. Это множество парковок, это клиентов привезти сюда очень близко. И сегодня здесь все изменилось, все сделано по-другому, все сделано с душой. И мы, конечно, надеемся на то, что это место привлечет сюда очень много новых наших клиентов, новых наших архитекторов, которые не приходили в дизайн-центр Вест на Западном, потому что для них это было не очень комфортно добираться туда. Сегодня это центр вселенной, и я очень надеюсь, что все это оценят. А я себя ощущаю просто самым счастливым человеком на свете, потому что на самом деле красиво, просторно, уютно, как дома. Для того, чтобы ваш дом был максимально комфортным и уютным, а также соответствовал всем стилевым трендам, нужно привлекать профессионала. Очень радует, что профессию дизайнера сейчас не воспринимают как услугу для роскоши. По статистике, проектирование ремонта квартиры с помощью профессионала выросло ровно в два раза за последние пять лет. Люди начали понимать, что можно избежать многих ошибок и переплат в том числе, если с самого начала делать ремонт с умом. Когда мы делаем ремонт в своей квартире или доме, самое важное – экономить время на пустые переезды. Когда все нужное рядом и сразу – вот это самое главное в нашей жизни. Сантехника, керамогранит, плитка, интерьерные решения собраны на одной площадке. И только с помощью этого мы можем воплотить все свои мечты в дизайне и архитектуре будущего жилья. А еще важно, когда профессионалы позаботились за тебя и собрали лучших представителей и экспертов этого рынка на одной площадке. На форуме выступали спикеры, которые не просто связали жизнь с архитектурой и дизайном, но и достигли общепризнанных успехов в этой области. С помощью обмена опытом профессионал может воспользоваться новыми знаниями, рекомендациями и применить все это в своих текущих или будущих проектах. Важно, что на площадке дизайн-центра можно увидеть готовые работы, образцы, товары, лидирующих брендов и по качеству, и по технологиям. Мне нравится то, что вот сейчас появляются такие места, где на одной, повторюсь, площадке можно сразу найти самые высококачественные материалы и мебель, ну, чтобы как бы сразу решить все интерьерные вопросы, потому что у людей все равно все меньше времени, в первую очередь. Меньше времени хочется тратить на просмотр бесчисленного количества брендов, да. Просто когда собираются лучше, это всегда самый хороший ответ. Я очень много езжу, и на протяжении уже 7-8 лет мы делаем региональную программу El Decoration Design Days, где мы для того, чтобы познакомиться с профессионалами, которые работают на местах, чтобы понимать, какие у них есть задачи, какие у них есть вопросы, какие у них есть проблемы, чтобы, может быть, подсказать. Мы никого не хотим как-то научить, да. Мы хотим просто показать другую точку зрения. И вот эта другая точка зрения, она позволяет людям, ну, как-то вынырнуть из повседневности и посмотреть на свою работу под другим углом. Конечно, это не только наша заслуга, но если еще 3-4 года назад мы вообще даже не могли говорить о, там, публикации проектов в нашем издании, ну, не то, что мы какие-то там снобы, да, но просто мы стараемся показывать какие-то решения, которые идут на шаг вперед. То есть сегодня мы можем называть имена коллег, которые работают, в том числе и здесь, в Ростове, и в том числе из Ростова, которые делают очень достойные проекты, которые мы, там, неоднократно публиковали. В этот раз форум профессионалов достаточно торжественный, потому что происходит в дни открытия нового формата дизайн-центра. Рядом профессиональные специалисты, топовые бренды, мебели, плитки и всего, что нужно для создания самых ярких проектов, архитектуры, дизайна, новых квартир, новых домов, для того, чтобы нам с вами было жить комфортнее. Я очень рада быть в этом центре, это новоселье. Для меня это особо приятный случай, потому что я родом из Ростова-на-Дону. Это мой родной город. Я здесь уже не живу больше 20 лет, но всегда приятно приезжать на родину и видеть вот совершенно такие фантастические, интересные проекты, где не только представлена мебель и декор, различные решения для интерьера, но еще здорово, когда компания проводит образовательную работу, проводит семинары для дизайнеров, это ведь очень важно, обмен информацией и получение каких-то новых идей, новых впечатлений. Это очень здорово, что компания этому внимания уделяет. Мое выступление, которое состоится, оно называется «Скандинавский дизайн. Тренды, практика, решения». То есть это тот стиль, на котором я специализируюсь. Я в этом смысле очень необъективна, я считаю, что это лучший стиль для жизни в скандинавске, поэтому слушатели, я предупреждаю, чтобы они это учитывали. И мне кажется, это интересная тема, особенно у нас на юге, потому что нам понятнее и привычнее несколько другой стиль, такой вот визуальный, очень богатый. А скандинавы, поскольку я там живу, увидела, что что-то из их практики, из практики северных стран можно привнести в нашу южную действительность. Это стиль, который, на мой взгляд, очень хорошо даже на юге будет работать. Красиво жить – это комфортно. Это там самое главное, когда ты себя чувствуешь человеком, которому каждый день нужно идти на работу. Для меня это большое счастье – иметь такую красивую работу, на которую ты можешь приходить каждый день, работать, получать от этого удовольствие. И я хочу всем пожелать, чтобы у всех была хорошая, красивая работа, чтобы им было комфортно, и они всегда с удовольствием на нее ходили. Спонсор программы – мебельный центр «Эйпи Хоум». Проспект Нагибина, 30. Проспект Нагибина, 30.